Утро страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. Эй, доброе утро, любимая часть. Утро наступает, когда к нам приходят гости, и мы начинаем с ними очень сильно общаться. Сейчас у нас Кира Малыгина, лидер коллектива Кима. Кима уже сидит за своим микрофоном. Доброе утро, привет. Кир, привет, доброе утро. Доброе, Леонид, для тебя. Аплодисменты у нас, значит, звучат в честь тебя. Спасибо, что пришла. Еще раз доброе утро, мы ждали. Действительно, и час, вот ближайшем в нашем полном распоряжении, будет о чем... А вот, собственно, о чем мы будем говорить. Давайте поговорим о клипе, который мы только что видели. Да, про контракт. Да, вот итальянское лето, а здесь вот московское лето. Как это все соотносится в твоей голове? В какую погоду тебе лучше творить? В жару или вот в такую хмурость? Знаешь, там итальянская ранняя весна, на самом деле, да. Но просто для нас уже и намек солнца, это уже лето, уже все. Мне творится, в общем, хорошо в любую погоду, но вот эта вот сырость, она, конечно, грустные песни такие провоцирует. А Италия, это вообще страна любви, в которой просто ты... Вот просто наступаешь на эту землю, да, и понимаешь, что все, ты попал. То есть если проходить какой-то тест, кем ты была в прошлой жизни, то ты итальянка. Ну, я вообще какое-нибудь дерево итальянское, мне кажется. Слушай, жестко. Слушай, а потом надо все-таки иметь в виду, что все-таки итальянская сырость и сырость российская, по-настоящему, все-таки, это абсолютно разные вещи. Совершенно разная сырость, конечно. Слушай, а мне понравилось, а ранней весной там тепло, холодно? Там вот, вот эта ранняя весна, вот то, что мы видим сейчас на видео, это именно такой легкий, нежный уже ветерок, солнышко пригревает, но еще не печет, ну то есть прямо вот вообще бархатный сезон. В Сарафане летнем я вспомнила какой-то был фильм, когда они снимали пляжную сцену, и там, значит, все, ох, жарко, жарко, а на самом деле там плюс 7 и все ды-ды-ды-ды. Это сейчас у нас самое начало, обратите внимание, самое начало разговора, и он уже заходит в тупик, потому что начинаем говорить о том, у кого что болит. А болит у нас у всех одно, плюс 15, и вот этот дождь, который еще весь день будет идти. Он заходит не в тупик, а в Сарафан, он заходит в подготовку к лету, как раз, мне кажется... В арбуз. В арбуз он заходит просто вообще так же, как и флешки, которые раздавались, мы сегодня вспоминали с Владом, что у нас была такая, такой промо, мы... Кира, прям ссори, вот самое интересное, сейчас мы оставим его, но попозже поговорим о концертах, о песнях, обо всем остальном. Не оборбуйте. Небольшой перерыв у нас. Вот уже целых полчаса Не могу отвести глаза Напротив ты и не нужны Не о тебе и о себе Другие мнения Не важно, кто тебя привел, я уведу тебя с собой одним движением Глаза в глаза, и я только за, но почему ты мне так нравишься, нравишься? Кручу-верчу, все понять хочу, а ты не поддаешься, не понимаешься Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Объясни мне свою игру Что-то правил я не пойму Кому звонить, кому спросить, ответов нет Но как решить задачу сложную? Не разгадать тебя никак, на что делить и умножать Ты невозможная Глаза в глаза, и я только за Но почему ты мне так нравишься, нравишься? Кручу-верчу, всё понять хочу А ты не поддаёшься, не понимаешься Я не могу Лук-я-лук-я-стрanger 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 Глаза в глаза, и я только за Нравишься, нравишься Кручу-верчу, всё понять хочу Не понимаешься Глаза в глаза, и я только за Но почему ты мне так нравишься, нравишься Кручу-верчу, всё понять хочу А ты не поддаёшься, не понимаешься Лаки-лаки-стрендер Утро страны. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Итак, Влад Кутузов, Валерия Майорова и Кира Малыгина, солистка группы «Кима Кима». А у нас в гостях доброе утро. Доброе еще раз. Мы на таком интересном месте, Влад, остановились, не мешай нам. Я бы заткнул, но задавайте вопрос не буду, потому что касается он этих ваших платьев всяких. Платьев, да, потому что есть совершенно уникальная история у этого платья, которое снялось в клипе «Девочка с долькой арбуза». Рассказывай. Именно платье, там главный герой. И есть еще арбуз, то есть два главных героя в клипе, на самом деле. Любовь к платью и арбузу. Ну, на самом деле с платьем очень красивая история. Вот эта девочка, которую мы видим, которая даже, я бы не сказала, не только с долькой, она прямо с целым, даже там у нас с целой дыней ездит, да. Вот сеньор дыня, да, у нас действительно был такой герой. И мы вот это платье сшили специально, оно шилось для клипа. С такой легендой, что она достала его из старого бабушкиного сундука, надела. И вот у нее, в принципе, ничего не было, кроме вот этого вот арбуза с бахчи. И вот достаточно этого арбуза для того, чтобы, ну, как эта дыня превратится, там, тыква превратится в коре, туда и обратно, значит, в тыкву. И в данном случае тоже вот начинаются чудеса с этим арбузом. Она встречает свою любовь, и она много-много каких-то добрых дел легко вообще творит, так сказать, по ходу. И получается, что вот этот арбуз, он ее приводит к этому морю. Мы, кстати, действительно отпустили арбуза в море, он уплыл. И вот наши истории тоже уплыли вместе с ним, потому что песня была исполнена на съемках, ну, порядка десяти раз. Соответственно, мы накачали арбуз музыкой. Не знаю, кто чем там арбузы накачивает, мы арбузы накачиваем музыкой. И, собственно, кто-то, может быть, выловил его на счастье, да. И вот это вот платье из старого бабушкиного сундука, ну, пришлось, очень даже не превратилось ни во что, пока вот висит у меня в шкафу. Но зато очень легко мне превращаться, я его надеваю, и снова в Италии, снова раз, и девочка столько арбуза. Кира, скажи, а что за море было? Средиземное, куда арбуз выпускали? Честно, я уже запуталась, потому что у нас было несколько итальянских... Слушай, ну, все равно, в любом случае, сейчас начало лета фактически, я думаю, что, может быть, в эти секунды кто-то плывет, Считаешь, по морю, да, отдыхает? Прошлогодний арбуз. Не просто арбуз, а накачанный музыка еще близко всего. Я думаю, он просолился, я думаю, что он уже мумифицировался. Ты сплин любишь же, сплин любишь же? Ну, тоже не любишь сплин. Но вот сейчас вот орбит без сахара. Все таблетки подъедены, марки тоже наклеены. Стищена в холодильнике, на дачу смылись родители. Она жует свой орбит без сахара. И вспоминает те, как он плакала. Она жует свой орбит без сахара. И ненавидит те, как он плакала. Автоответчик пишет послание. Сиди, поставлю на паузу. Родригес будет жить еще долго. А тел к нюкем должен умереть. Она жует свой орбит без сахара. И ненавидит те, как он плакала. Она жует свой орбит без сахара. И вспоминает те, как он плакала. Она жует свой орбит без сахара. И ненавидит те, как он плакала. А ты жуй, жуй свой орбит без сахара. И вспоминай всех тех, кого. А ты жуй, жуй свой орбит без сахара. И ненавидит всех тех, кого. Утро страны. На телерадиоканале Страна ФМ. Слушай, я не унимаюсь. Я не унимаюсь. Нам просто не хватает одного выхода. Опять платье ты хочешь? Я не платье. Я тебе хочу спросить про арбуз. Почему девочка с долькой арбуза? Символ чего это? Это символ лета, Лер. Это символ этого сочного, яркого, сладкого, вкусного лета, которое не отпускает вообще долгоиграющего. Девочка такая жадина, понимаешь? Она долька-то не долька, она не сладкая. Ну, мы, друзья, за кадром сейчас пытались выяснить, какие символы еще могут быть у лета. Решили, что это может быть мороженое. Но это слишком банально, да? А, как Кира сказала, еще клубника, но у нее есть... Она не поспела. Другое значение, во-первых, все-таки. А, вот это ты заговорил. А во-вторых, она в большинстве своем пластмассовая, конечно. Ну, не очень настоящая. На самом деле, я хотела историю-то услышать. Как вообще родилась песня? Что такого ты увидела, услышала, что ты прям решила, вот про арбуз надо петь? Да, у нас и тут есть классная история. Это вообще, прям надо из сундука доставать тоже снова историю. Есть такой йог и дизайнер Фил Дунский. Абсолютно реальный человек, который рисует очень классные. Для разных даже корпоративных своих друзей рисует фигурки, человечков, шаржи, скетчи. И у него такая авторская техника, очень узнаваемая. Они цветные такие, яркие тоже, сочные все такие, очень летние. И я действительно у Фила увидела в профайле, значит, эту девочку. Абсолютно реальная, прекрасная, большеглазая такая красивая девочка. У нее вот такая огромная долька арбуза. Это вот как мы делили апельсин, поделиться долькой можно вообще легко. Она ничуть, даже не жаденая, она только чуть-чуть надкусила, и тут ее уже все увидели, и она так поднимает глаза. И в этих глазах море, реально. Вот оно просто, то есть понятно, что перед ним мы просто смотрим в лицо, как бы, да, а на самом деле она смотрит на море. И я когда увидела это, я увидела, что эти семечки, вот того глядя, они посыпятся все. Семечки с нитки бусы падают на песок. То есть, ну вот, она моментально, эта картинка нарисовалась, и все, и вот песня просто вот так написалась. Вот что значит автор, да? Слушай, вот что значит действительно творческий человек. Ну, арбуз и арбуз. Это когда в школе что имел в виду автор, и ты думаешь, ну что он имел в виду, кто его умеет. Глубокая история, оказывается. Это страшная вообще вещь. Слушайте, давайте переверемся. Кир, сейчас у нас очередная песня, ваша, между прочим, Кима-Кима, «Молоком и медом» называется она. Мелом. Ой, мелом, конечно же, да. Старость зрения уже не ту, извините. «Молоком и мелом», конечно же. Прямо сейчас смотрим и слушаем. Давайте посмотрим. На белом листе бумаги белой Я напишу молоком или мелом О том, как моя кожа рубела На кончиках пальцев О том, как потом молоко обсыхало По контуру губ, поведенных алым О том, как я долго Себя разрешала остаться Не те, кто пишут на стенах Не те, кто дышат на сценах Меня не ценят Не те, кто платят саланчи Для тех, кто в платьях не сплачет Меня не оплачут А мой театр — это Джексон Майкл С его нереальным сумасшедшим смайлом Инопланетянин земными путями Оставивший космос Моя Николькин Патриция Хольман В гламурном прикиде Выходит на холод Потом снежный ком Разрывается в горле Привкусом горьким Не те, кто пишут на стенах Не те, кто дышат на сценах Меня не ценят Не те, кто платят саланчи Для тех, кто в платьях не сплачет Меня не оплачут Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Не те, кто дышат Не те, кто дышат Не те, кто платят Для тех, кто в платьях Не те, кто пишут Не те, кто дышат Не те, кто дышат Утро страны На телерадиоканале «Страна-ФМ» Эх, про что мы только вне эфира не говорим И про любовь, и про тебя, и про меня И самое важное Вот затронули ту тему, которую хочется со слушателями и зрителями поделиться Концерт у группы Кима Кима совсем скоро Это прям наша гордость Да, Кир, давай о нем чуть-чуть расскажем Не чуть-чуть, а можно много о нем рассказывать Мы с удовольствием, на самом деле, я с удовольствием расскажу И, слушайте, это так классно Мы работали вот, ну, фактически два года То есть сначала год мы писали альбом В котором поучаствовал Вот он лежит где-то тут на столе, я точно видела Он уже вышел Он уже вышел, да, вот на CD А еще он вышел, на самом деле, в формате винил И для нас это огромный праздник Потому что огромное количество музыкантов Известных музыкантов Мы уже об этом рассказывали Вот на стороне «ФМ» в том числе Там Юрий Цайлер, Сдвигзаведенный Саша Бадашков, Дэн Попов Не говоря уже о звукорежиссерах Там Владимир Овчинников, Игорь Павлов В общем, огромное количество самых разных Творческих деятелей музыкальных Поучаствовало, не говоря о дизайне, да То есть альбомы Ну, в общем, очень много людей Вложило свои творческие силы и потенциал И, наконец, сбылась эта пластинка Не только именно она теперь Ее можно в полной мере назвать пластинкой Потому что она вышла в формате винила И мы дождались этот винил, который шел до нас тоже еще год Да, мы год его писали И год мы его ждали И, наконец-то, у нас праздник Дело в том, что все не случайно И, прежде всего, не случайно вера людей в нас А потому что эта пластинка вышла благодаря поддержке акционеров Планета.ру Так же, как и поэтический сборник Это второй повод концерта 15 июня В море внутри И у нас получается двойная презентация И еще и вручение То есть мы вручаем пластинки акционерам планеты Я читаю стихи из своего поэтического сборника Скетчбука, который тоже в очень интересном новом формате я придумала Ну, был такой вот соцзаказ Акционеры планеты, да Которые поддержали сборник Сборник должен выйти Надо сборник сделать стоящим И я придумала такой формат Нарисовать его, как вот девочки часто сидят в кафе И рисуют картинки И тут рядом поэзию подписывают Если девочка талантливая То у нее настоящий скетчбук такой получается Потом этих картинок И, ну, я сделала, соответственно, вот эту народную идею Я ее просто реализовала Ну, это круто же Да, и более того, она еще реализована в открытках В таких раскладушках То есть этот скетчбук, он состоит из отдельных этих раскладушек Кир, нам сейчас нужно на песню уйти срочно Давай еще раз напомним, где и когда концерт 15 июня Море внутри парк Сокольники Во сколько? В 7 часов вечера Вот, друзья, приходите А мы к вам вернемся через пару Это уже через два дня Да-да-да Море внутри парк Сокольники Был бы шансы группы Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Слушай, я тебе хочу сказать, я держу его в руках, мне кажется, он живой, живой вообще. Мне кажется, он дышит. Ну, я не удивлюсь, если так, если так. Тир, слушай, у нас времени остается немного. Хотели мы спросить еще об одном фестивале, который не был, а который будет. Это Дикая Мята, вы же там будете выступать тоже, да? У нас еще вообще все впереди, все такое Дикая Мятная. А расскажи об этом тоже. Она юбилейная. Ну, не знаю, я считаю, что это просто мега-везение, что группа Кима-Кима — это какая-то удача, это судьба, что мы едем на этот фестиваль, потому что он мой любимый, на самом деле. Я абсолютно, у меня совершенно не какие-то очень собственные такие интересы. Я говорю, что я люблю там какое-то радио, какие-то фестивали. Вот Дикая Мята для меня такой фестиваль. Ну, я прям искренне счастлива, что мы туда едем, и что мы впишемся в там, в общем, там очень красивый лайнап в этом году. И я рада, что вообще такая инициатива, которая держится уже 10-10 лет, да? И они все время только улучшаются. Я не знаю, такое вообще бывает. Ой, я, может, прослушал. Вы первый раз там будете выступать? Первый раз. Я надеюсь, не последний. Ну, нет, конечно. Все только начинается. Да, у нас прямо вот все только начинается, мы очень готовимся. То есть как только случится море, потом все прорастает мята. Вот такой вот рецепт. И прям быстренько еще. Вот будете исполнять песни из этого альбома, или что-то новенькое прозвучит? Чего еще нет на этой пластинке? Новая уже звучит. У нас уже есть две песни «Автобус цвета травы» и «Роза на виниле», которых нет на этой пластинке, но которые мы исполняем группой. Они обязательно будут звучать на фестивале. А на концерте? А на концерте будут звучать совсем свежие новые песни, которые вот мы только-только написали. Кира, у нас прям 20 секунд. Давай быстренько еще раз концерт. Когда, во сколько, где? 15 июня, уже через два дня, море внутри, пластинка, винил и сборник поэтический. Друзья, приходите обязательно, пожалуйста. Это парксаконники, если что. Все это уже послезавтра, да-да-да. Ну что, Кира Малыгина у нас была здесь, в студии. Большое спасибо. Спасибо. Кима, Кима. Спасибо, до новых встреч. Приходи еще. Было здорово. До скорого. Счастливо оставаться. Пока. Продолжение следует.